В кирхе басы и ноги, голос птица, Холодно тебе зимой, и что тебе в тех песнях снится? Глаза открой, глаза открой, Земные видят лишь земное, Свет рампы, сцен, сумрак ниш, С тобой, мне кажется, иное, И ты на сцену летишь, И не морозы множат стоны, Дрожащие кирхи в феврале, А свет души преображен, Тебя вносят на крыле, Тебе не холодно, я знаю, О, голос пламенной любви, Что дивной птицы пролетают На темной стужей земли. Голос твой крылатый полно, Что стрелой гранди, Мир уснул, себя не помня, Помнить нету сил, Обретая, одаряя, забывая все, Жизнь живет, тебя не знаю, А ты песнь ее, Светлый дух, землевоите, И печаль небес, Нанизав на ливне нити, Серебро словес, Как ты молишь, оглушая небо, Позови, с головой пропадая От земли. И полотно небес висит, Раскрашенная синей блёглой, И белый парусник летит По небесам на дрожьи мокрой, То август, слом бровей и грусть, В глазах озера опустелых, Души дыряга не в отпуск, Плотвейцы дней так гибкие тела, И только нищие поля Лежат, не требуя расплаты, За то, что отдали себя До черных зерен за подкладкой. Рождественская елка. За окном бесчетные огни, Белый снег и ночи на рождении. Елку посреди двора зажгли, Чья-то прихоль, чьё-то повеление, Гаснет свет бесчисленных огней. Снег темнеет, Вовсе исчезает, Слившись ночью, А на черни все становится, И в окна заползают. Лишь мерцают красочные гирлянд, Крошечные лампочки на юбке, Что горит среди безмолвных амут, Не давая теме замкнуться в долгой. И вот просто кричать этот цикл в Византии, Виколкино-рождество. Виколкино-рождество. Мне очень нравится этот стих. Ну что поделать, такая слава. Я сейчас помучу вас. Потому что, значит так, Вместо действия Русь, Может быть, 10-11 век, То есть, да, Время действия места Северной Руси. Зима решила с миром поквитаться, Сковав его и холодом, и тьмою. Но миру от зимы куда деваться? А мы укрылись дружно за стеной, И старый крек нам сказывает сказки О Рождестве, о Боге, о младенце. И слышно, как в ночи скрипят салазки, Везут дары салазков чужеземц. В глубокий снег проваливаясь, Все же они идут, влекомые звездою, Которая для них всего дороже. Их идет таинственной тропою. Но мир у тьмы выигрывает в прятки. Глядишь, и путь исчезнет необозримой, И все погасли на небе лампадки. А это вот горит необъяснимо. Уж у нас все прихватят им морозом. По что они отправились так поздно? Цит не мешает своим пустым вопросам. Осек нас грех, и ласково, и грозно. И вот они пришли в большой пещере, Что изнутри сияет ярким светом. А в ней стоят невиданные звери, Волк и осел. Но дело ведь не в этом. В пещере тут, лишит в товщатых ясклях, Младенец, убаюканный качанием. И мать над ним склонилась снежной лаской, И вся освещена его сияем. И три волква, помедлядь перед входом, Вошли, неся в руках дары дорогие. Казался, свод пещеры небосводом, Зарю утренней была для них Мария. А тот, кто спал в дощатых ясных смирно, Не видел снов, как мы не видим я. Ливан и золото в сосудах узких смирно, А не поставив, неслышно, молвив, рад ли. Ты что, Викулка, из куда встудишь? Ишь сорвало, кудыли, в такие потьмы. А ну-ка, дети Велесовы, будет, Вас не учить не надо, а по рудьбе. Викулка, замерев, вжимая шапку, Глядит наверх, темнись, а чаныш больно. Как будто кто-то звезды сгреб по халку И заховал-то паху, удовольный. И вдруг на небе яркий свет, как вспышка, Звезда большая, и глядит-то нежно Вниз на Викулку, в рвану-зи-кунишке, Во внотках, не спасающих вонежьях. И мир ему предстал большой пещерой, Куда нас привело на полдороги. И где мы, ограниченные мерой, Узнали о безмерности и боге, Душа его лежит младенцем в ясле, И свет звезды пролился к изголовью. Но с ног уже ни призрачных, ни ясных, Не видит пробужденного любовью. Вот это распространение христианства Приму-зи-кунишке. Вот, ну сейчас, Галю прочитаю себе.